Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркин. Классика всегда в моде и всегда в цене. Сегодня мы хотим рассказать Вам о биологической микроскопе, которая имеет всем знакомую классическую конструкцию и дизайн. Кроме этого, это классически надежная механика и классически качественная оптика. Вот он, микроскоп Сигета Элементари. Микроскоп поставляется в транспортной картонной коробке. Внутри коробки находится надежная пенопластовая упаковка, защищающая прибор во время транспортировки. В комплект поставки входит сам микроскоп, один десятикратный окуляр, пылезащитный чехол и краткое руководство пользователя на украинском языке с описанием микроскопа и рекомендации по начальным наблюдениям. Взяв микроскоп в руки, сразу ощущаешь добротность его исполнения. Микроскоп достаточно массивен. Все элементы его конструкции, за исключением колеса диафрагм, крепления зеркальца и ручек фокусировки выполнены из металла. Оптика окуляра, которым комплектуется модель, выполнена из оптического стекла. Оптические элементы окуляра заключены в металлическом корпусе. Просветление на окуляре отсутствует. Микроскоп оборудован монокулярной насадкой, которая является продолжением тубуса. Внутренняя поверхность окулярной трубки имеет качественное матовое чернение, исключающее паразитное бликование. Окулярный узел микроскопа не имеет собственного наклона. Его наклон осуществляется наклоном всего штатива по отношению к основанию. Возможность вращать окулярный узел вокруг своей оси тоже отсутствует. Данная модель комплектуется тремя ахроматическими объективами, установленными в трехпозиционную револьверную головку. Поворотом головки до характерного щелчка осуществляется смена объективов. Сорокократный объектив имеет подпружиненную оправу, для предотвращения повреждения линз объектива или микропрепарата во время фокусировки. В конструкции прибора предусмотрен стопорный винт. С его помощью можно ограничить движение тубуса микроскопа во время той же фокусировки, и тем самым предотвратить соприкосновение объектива со стеклом микропрепарата. Настройка резкости осуществляется перемещением тубуса микроскопа при помощи специальных ручек расположенных по бокам штатива. Механизмы тонкой и грубой настройки разделены, и каждый имеет свои ручки. Вверху расположены ручки грубой, а внизу ручки тонкой фокусировки. На большом увеличении тонкая фокусировка значительно облегчает работу с прибором. Жаль конечно, что данная модель микроскопа не имеет электрической подсветки. Подсветка микропрепарата осуществляется при помощи зеркальца расположенного в нижней части микроскопа. С одной стороны зеркальце плоское, с другой стороны имеет вогнутую форму. Отсутствие электрической подсветки накладывает некоторые ограничения на использование прибора. В дневное время зеркальце вполне справляется со своей задачей даже в пасмурный день. А вот в темное время суток надо будет позаботиться о стороннем источнике света. Микроскоп оснащен металлическим предметным столиком 120 на 110 мм, с подпружиненными металлическими лапками для фиксации микропрепарата. Судя по тому, что на предметном столике отсутствуют какие-либо дополнительные отверстия или другие элементы крепления, этот микроскоп не предполагает его дооснастку механизмом плавного перемещения препарата по предметному столику. Снизу под предметным столиком разместилось колесо диафрагмы с пятью отверстиями разного диаметра. Поворачивая колесо в ту или иную сторону, до характерного щелчка выбираем соответствующую диафрагму. Тем самым регулируем яркость и равномерность освещения образца. Для теста качества и возможностей микроскопа предлагаем посмотреть на стандартные образцы анатомических срезов растений, образцы одноклеточных микроорганизмов и другие. Срез с основого стебля с четырех кратным объективом увеличение сорок крат показывает красочную картинку. С десяти кратным увеличение сто крат также показывает картинку высокого качества. И лишь с сорока кратным объективом четыреста крат становится слегка заметной кривизна поля. Далее предлагаем посмотреть как выглядят различные препараты на различных значениях увеличения. Группа микроорганизмов инфузория туфелька. На большом увеличении видна внутренняя структура. Муравей на малом и большом увеличении. Структура человеческой крови. И срез пробкового дерева. Данная модель хорошо покажет клеточное строение растительных тканей. Это можно видеть на примере тонкого среза обычного перца. Он же на большом увеличении 400 крат. Хорошо видно клеточное строение кожицы чеснока. Увеличение 100 крат. На увеличении 400 крат хорошо видно внутреннее строение отдельных его клеток. Хорошо просматривается клеточное ядро. Подводя итог, еще раз отметим отличную механику и оптику этой модели. Как мы смогли убедиться, оптика микроскопа строит очень достойного качества картинку. Из минусов наиболее существенными можно назвать отсутствие электрической подсветки и механизма плавного перемещения препарата. Однако наличие всего этого перевело бы микроскоп в несколько иной ценовой сегмент. Если Вы ищете надежный с хорошей оптикой микроскоп Segetto Elementary. Эту модель мы можем смело рекомендовать. И еще один момент. Эта модель совершенно не требует отдельного места для хранения, поскольку его классический дизайн может только дополнить собой любой интерьер. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.